Идолослужение Праведным создал его, по образу и по подобию Божью был сотворен, Господь имел свой план, путь послушания совсем несложный, но Бога не послушался Адам, Не отплатил Создателю любовью за все прекрасное, что он имел, и сердце Господа пронзил он болью непослушания раскаленных жгучих стрел. Ну что ему, скажите, не хватало? Ешь все, что хочешь, кроме одного. Адаму с Евой показалось мало, и плод запретный слаще стал всего. Так грех вошел в наш мир. О, как ужасно! Господь, зачем Ты это допустил? Свободный выбор дал Ты нам напрасно, ведь человек того не оценил. Что было дальше? Люди все растлились. Остался праведный один лишь Ной. После потопа снова возгордились. Бог в Вавилоне суд свершает свой. И снова кланяются все луне и звездам и всевозможным разным божествам. Забыв того, кто человека создал, остались верные лишь Лот и Авраам. На протяжении всей Библии найдете, как люди забывали о Творце, бездумно кланяясь, служа своей работе, изделию рук своих, не мысля о конце. Нельзя не вспомнить, как Господь от рабства народ израильский освободил, отдали египтяне им богатство. О, сколько там чудес Господь свершил! Там море раступилось перед ними. Вода, как по заказу из скалы, Господь явля Себя им там, в пустыне. В громах и молниях возле Синай горы Там в страхе все клялись служить лишь Богу, чтить своего Создателя Творца. Но времени прошло совсем немного, И Арон им выплавил тельца. И вот уж пляски, празднество, веселье! Представьте, как смотрел на это Бог, Его народ, любимое творение! Так просто изменять Господу мог. Сжималось сильной болью сердце Бога, Но Он так милостиво их прощал. А человек, идя своей дорогой, О Господе, все время забывал, Служил народ Астартом и Ваалу, Богам народов, кто их окружал, Не воздавал Творцу своему славу, Тому, кто им дыхание жизни дал. Ну как они тогда не понимали, Что есть единственный, живой, чудесный Бог? И славу идолам бездушным отдавали Тем мертвым статуям, Что ничего не мог. Минуло не одно тысячелетие, С тех пор так много было перемен, Но идолопоклонство стало сетью, Другие теперь пришли взамен. Да, мы не поклоняемся Ваалу, Не служим всевозможным божествам, Но в наше время Идола в немало, И хитрый сатана придумал сам Дома, машины, мебель и работа, Компьютер, телевизор, телефон, Еда, одежда, суета, Забота о плоти для нас стали божеством. Мы этого порой не замечаем, Считая верующими себя Все силы, время, плоти уделяем Земную жизнь так сильно возлюбья. Слова эти обращены не к миру, А к церкви, к нам с тобой, Сестра и брат. Не делаем ли мы своим кумирам Что-либо из того? Ведь Бог наш свят! Задумайся, не торопись с ответом И проанализируй жизнь свою. Быть может, в тайниках твоего сердца Где-то скрываешь ты привязанность свою. Чему ты свое время посвящаешь Каждый твой день и шаг, минуту, миг О горнем или о земном ты помышляешь И видишь ли перед собой Иисус Алик Того, кто столько сделал в твоей жизни Ради тебя терпел позор и боль Кто дал тебе жизнь вечную в отчизне Чье имя есть никто иной Любовь На что мы часто Господа меняем Задумайся, ведь все земное прах И как обидно Господу бывает Что перед Ним мы не имеем страх Господу Богу должно поклоняться И одному Ему только служить К иным богам мы не должны склоняться Ему все свое время посвятить Бог не создал людей-марионеток Нас со свободной волей наделил Чтобы любовью искренней, ответной Каждый из нас Ему бы послужил Господь ревнитель И Он так желает, чтобы мы отдались полностью Ему Свергнем с себя все то, что нам мешает Воздать Ему принадлежащую хвалу О, если бы мы с вами только знали Что в небе приготовил нам Господь То никогда и ни за что не променяли Общение с Ним на угождение плоти Храни нас, Господи, от идолопоклонства И помоги Тебе только служить Прости за непотребство, непокорство И научи нас чисто свято жить Аминь